МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Антидопинговые правила должны быть строгими, но не считаю правильным получить 13-месячную дисквалификацию из-за крема для губ. Рассказала Йо Хаук, отметив, что обсудит дальнейшие действия со своим адвокатом. В пятницу 10 февраля Йо Хаук была дисквалифицирована на 13 месяцев. Лыжницу отстранили от участия в соревнованиях в октябре из-за обнаруженных в ее допинг пробе следов, запрещенного препарата Кластебола. Йо Хаук – победительница Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 километров. На играх в Сочи спортсменка завоевала серебро на дистанции 30 километров и бронзу в 10-километровой гонке классическим стилем. Норвежка – семикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира. Новый спортивный директор Формулы-1 Рос Браун рассказал изданию ESPN о планах на будущее чемпионата. На протяжении трех лет Рос Браун был, что называется, неудел Формулы-1 и смог взглянуть на нее со стороны. Глядя на гонки по телевизору, а не изнутри, он, по его словам, иногда не понимал, что вообще происходит на экране. Он осознал, нужно взглянуть на гонки с точки зрения болельщиков. В последнее время, мне кажется, человек должен иметь возможность просто включить гонку на любом ее этапе и без труда разобраться, что к чему. Если приходится следить за гонкой от первого до самого последнего круга, чтобы разобраться во всех нюансах, это все немного усложняет. В завершении интервью Рос Браун добавил, каким-то одним поступком все проблемы Формулы-1 не решишь. Это длительный процесс, целая культура и философия. Испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит последний сезон под руководством своего дяди Тони. Теннис-магазин напоминает, Рафаэль Надаль является подопечным своего родного дяди Тони с четырех лет. Сотрудничество с Тони Надалем принесло спортсмену 14 титулов на турнирах большого шлема, два олимпийских золота и звание первой ракетки мира. Однако Тони Надаль объявил, что перестанет быть тренером своего племянника в конце нынешнего сезона. Это последний год нашей совместной работы. Начиная с 2018-го я не буду тренером Рафы и посвящу себя работе в нашей теннисной академии в Монакаре. Буду воспитывать молодые таланты. Пока Рафе не исполнилось 17 лет, я решал абсолютно все. А потом появился менеджер Карлос Коста. Все чаще начал высказывать свое мнение и отец Рафаэля. Как отмечает дядя Надаль, его значение для карьеры племянника постоянно уменьшалось. Сейчас от него уже не зависит ничего. Цитирует Тони Надаль от «Теннис Магазин». Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсон отказался принять участие в командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске, который состоится 17-28 июня. Турнир проводится с 1985 года. В нем принимают участие 10 сильнейших сборных мира. Об отказе спортсмена сообщил его менеджер Эспен Магда Стейн, слова которого приводит портал Mad&Pet. Как отметил Магда Стейн, норвежец предпочел заявиться на первый этап Grand Chess Tour, который пройдет в Париже с 21 по 25 июня. Печально, ведь это был единственный шанс для сборной Норвегии, который может представиться еще не скоро. В этой связи решение Карлсона глупое. Рассказал менеджер спортсмена. 30 декабря российский гроссмейстер Сергей Корякин опередил Карлсона и стал победителем мирового первенства по блицу, проходившего в Дохе. Во время церемонии награждения норвежец махнул рукой и досрочно покинул зал. А ранее с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке между Карякиным и Карлсоном проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя. Судьба титула решилась на тайбрейке, где сильнее оказался норвежец. Кубинский боец смешанного стиля Йоэль Ромеро начал сбор средств на лечение обладателя пояса абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе англичанина Майкла Биспинга, с которым он может встретиться на шоу UFC в мае 2017 года. Соответствующее обращение опубликовано на сайте gofundme.com. Майклу понадобятся деньги, чтобы выжить после встречи со мной в мае 2017. Я убежден, они ему действительно понадобятся, ведь у него есть семья, а я очень сильно переживаю за него. Пожалуйста, помогите ему, как можете. Все собранные средства будут направлены на его восстановление и вечеринку по случаю окончания карьеры. Написал Ромеро. 37-летний Биспинг принимал участие в 37 боях по правилам ММА, в которых одержал 30 побед, из них 16 нокаутом, и потерпел 7 поражений. 39-летний Ромеро в 12 поединках оказался сильнее своих соперников, а единственное поражение потерпел в сентябре 2011 года.